Есть возможность, большой охват. То есть 58 это с одной стороны много, с другой стороны это не так много. То есть у нас практически не пахано еще более. Среди мужчин эта цифра составляет всего 16%. И там была статистика такая, что многие мужчины приходят только лишь потому, что хотят заработать денег, но из-за того, что видимо не грамотно, не профессионально с ними работают, и не доходят до того результата, который необходим. И поэтому очень многие мужчины на первоначальном этапе уходят, не добившись каких-то результатов. Поэтому вот 16% это как раз та тенденция, на которую необходимо обратить внимание. Потому что если правильно преподнести мужчине именно бизнес и показать ему, что он может получить, делая конкретно определенные действия по бизнес-плану, то он просто будет организовывать, управлять, и он будет вашим супер-лидером, который достигнет любой квалификации. Потому что мужчинам нужны цифры, экономика, тактические действия и многое другое. Возможно, именно этим объясняется и рост за последние 3 года, потому что именно женские категории начали выпускать на рынок сетевые компании. Не только, вы заметили, фабрилик это есть, но и других. Это косметика выросла на 11%, это бытовая химия на 18%, это одежда и аксессуары на 64%, потому что спрос огромен у женщин, выглядеть хорошо. И если в какое-то время в России многие, ну главное, что одеть и все, то сейчас практически каждая вторая женщина хочет выглядеть хорошо и носить дорогую, хорошую бижутерию. Крупнейшей аудиторией среди потребителей в МЛМ-компании остается сейчас все-таки молодежь. Этот тренд так и был раньше, и на 2018 год планируется, что так он и будет. Это в возрасте от 18 до 25 лет. На нее приходится 19,7% людей, которые именно в МЛМ. Это тоже та категория людей, которых мы можем привлекать, потому что, чтобы не старела сеть, чтобы мы могли развиваться и в дальнейшем, чтобы в определенный момент не закончились наши структуры, то нужно обращать внимание на молодежь, именно с 18 до 25 лет. Там тоже много статистики, я ее здесь не взяла, но хотя бы можете набрать в интернете Ассоциация прямых продаж и более подробно уже это изучить. Для взрослых и пожилых клиентов 19,7%, хотя прежде было 25,2%, то есть сейчас молодежь больше обращает внимание не как клиент, а именно как заработать. Но есть еще и такая категория, которые молодые девушки, которые хотят выйти замуж. Прямо конкретно была процентовка определенная, что многие приходят в сетевую, чтобы найти хорошего мужчину, который нормально мыслит, чтобы выйти замуж. Понимаете, вот даже вот прям процент там конкретный, в который молодежь приходит. Очень много приходит студентов для того, чтобы подработать, но из-за того, что или неинтересная работа, или неправильно преподнесено, или не достигнут тот результат, который хотелось бы, молодежь стала уходить. Поэтому вот здесь вот на это нужно обратить внимание. Ну вот я понимаю для себя, что мне нужно обратить на это внимание, чем я могу привлечь. Почему мы многим говорим, что обязательно в интернет, потому что молодежь именно там. Именно она в инстаграме, именно она в ютубе, именно она в контакте. Именно молодежь, она живет на мессенджерах. И если вы будете оставаться на кнопочных телефонах, если вы не будете выходить туда, то в конечном итоге эта молодежь пойдет к тему, какой это есть. Для взрослой и пожилой аудитории сейчас именно с 2017 года уже старше 55 лет, хотя раньше эта категория людей практически мало брала, был маленький процент. С 11,5% выросло до 17,3%. По уровню дохода, гидромой аудитории прямых продаж остаются потребители с доходом 7 тысяч или 25 тысяч рублей. На них приходится 56% продаж. Это вот как раз те, которые платежеспособны, которые могут приобрести себе и у которых нормальный доход. Но очень хорошо, что у нас появилась еще именно в МЛУ-индустрии и категория, где ежемесячный доход 5,7 тысяч. Почему? Потому что появились продукты, более низкая цена, и эту категорию людей мы уже можем привлечь. Она выросла с 6,2%, увеличилась до 9%. И вы видите, что здесь можно намного больше даже сделать. Сейчас я вам прям просто зачитаю. Я нашла 7 трендов сетевого маркетинга в этом году, то есть сравнивала разные компании, просматривала и вот увидела такое. Сегодня современный маркетинг идет по пути цифровизации. Именно интернет-технологию будут задавать моду в 2018 году и оказывает существенное влияние на стратегию большинства компаний при выходе на рынок. То есть насколько компания присутствует на рынке. Итак, какие тенденции ожидают рынок в 2018 году? Тренд первый. Акцент на маркетинг. Очень многие, знаете как, вот сейчас входит, что есть простые компании, да, линейные, есть сетевые компании. Но сейчас огромное количество компаний начинают использовать именно элементы сетевого маркетинга, вы, наверное, замечали, сеть магазинов, да, и они начинают выходить на рынок именно с продуктом, с упаковкой, именно на конкретную целевую аудиторию, именно на трафик привлечения, именно на продажи. Но ведь это как раз мы, сетевики, должны работать по этому направлению. И поэтому очень важно, вот может быть себе взять как за план и рассмотреть, насколько ваши люди, насколько вы выходите в эту категорию. Тренд номер два, который будет в 2018 году, это автоматическая воронка. Многие не понимают, что такое воронка, но я немножко скажу. Рынок стремится в область автоматизации, причем практически все сейчас. Автоматическая воронка продаж, именно чтобы действительно вовлекать людей, привлекать, чтобы они покупали не просто лишь бы губить, а понимали, зачем они берут. Потому что потребитель сейчас стал более грамотный, он ищет тех людей, которые могут грамотно ему объяснить, подсказать, как решить свою проблему. И именно вот автоматическая воронка может решить эти задачи. Думайте на перспективу, никто не станет партнером сходу, то есть всегда загадывайте вперед. Думайте этапами, нужно мыслить воронкой, а не разовой консультацией. Почему? Вот прямо на это обратила внимание, потому что очень многие консультанты, с кем я разговаривала, они, хотела сказать слово, имеют клиентов, но они правда на самом деле, получается, имеют. Они пришли разово, дважды и все. У них нету выписанного именно, вот чтобы как воронку завлечь, чтобы клиент постоянным был клиентом. Не просто постоянным, а чтобы он понимал сегодня. То есть знаете как, тренд на год, например, постепенно это покупая, постепенно это, постепенно это. То есть вот это очень хорошо бы разработать. И автоматизируйте сейчас очень много инструментов автоматизации, громадное множество именно в интернете, и с этим можно работать. Просто идите в YouTube, спрашивайте, смотрите, и вы точно это найдете. Тренд третий, оцифровка. Сейчас очень модно это слово digital marketing. Это переезд в интернет давно уже случился. И те, кто не переехал сейчас в интернет, то вы теряете очень многое. Если вы сейчас не переедете туда, то может наступить момент, когда вы просто туда войдете и уже вообще ничего не получите. Потому что пять лет назад это началось, начался бум, и сейчас он набрал большие обороты. И даже вот мы, то, что мы даем рекламу, и у нас она регулярно работает, и даже то, что у нас приходило в день по шесть, по восемь человек, по десять, даже у нас уменьшилось это количество, потому что большое количество людей вышло в интернет. Но в любом случае это тот инструмент, который переводит большое количество людей, причем осознанно. Именно тем, кому это нужно. Поэтому добро пожаловать в интернет, потому что люди, которые сейчас находят в интернет, если раньше не тут тыкали на кнопочки, то сейчас они стали более осознанны. И текстовые слайды. Вот почему у кого-то приходят, а у кого-то нет. Ну вот, например, регистрация у кого-то происходит, а у кого-то нет. Потому что сам посыл, сама реклама, само вот это сообщение, оно оформлено правильно, оно грамотно оформлено. А не то, что, вау, придите и все случится. Неправда. Все постепенно, но грамотно. Делать обязательно нужно на практике, потому что практику, если вы не будете проходить, то у вас ничего не получится. Вы не найдете то ключевое звено, которое работает именно на вас. Уметь пользоваться компьютером и интернетом, это сейчас ключевое. Если вы еще не научились, то рекомендации для всех это обязательно освоит. Потому что топ-лидеры MLM разных компаний используют именно автоворонки, сервисы, кросс-постинга, чат-боты, GRM-системы и прочие фишки цифрового мира. Если вы знаете, что у нас растут в компании люди очень быстро, это те люди, которые используют именно все эти инструменты, все эти технологии. Тренд четвертый на 2018 год. Бренд-маркетинг. Я знаю, что Светлана говорила про бренд, потому что бренд это ключевое. Потому что сейчас люди, они насытились настолько информационно, что они сейчас просто-напросто уже ищут того человека, который говорит правду, который отражает себя таким, какой он есть, настоящим, а не то, что вот вау, я такой вот и такой. Потому что очень много сейчас ложных, я бы сказала, таких брендов, которые на самом деле внутри ничего не имеющие. На людей уже не действуют заработать деньги, их привлекает чей-то успех или стиль, или стиль бизнеса. Если у вас успеха, например, высокого нету, стиль бизнеса может привлечь. Личный бренд – вот ключ привлечения. В свой стиль люди стремятся к индивидуальности. Позиционирование. Первично рекламировать себя, свою команду, а не компанию. Компания сама себя рекламирует. Мы в контексте компании, рекламируя себя, мы привлекаем на себя. Всегда так было. До интернета было. Люди идут на людей. И если это продвигать в интернете, то вы увидите, насколько это будет хорошо работать. Результаты свои и партнеров обязательно показывать, делиться. Освещайте результаты, пусть даже небольшие, но ваш бизнес сразу же оживет, ваш бренд приобретет привлекательную форму. Пишите, потому что у многих людей даже этого нет. Пятый тренд – это всего их семь. Пятый тренд – это антиспам, потому что сейчас очень много спама и очень некрасивых вещей. Акцент на ценности. Конечно же, спамеры, не денутся, я сегодня вам говорила. Просто сейчас люди стали более особо, ну вот эти границы разделять. И давать ценность наперед человеку. Даже если он к вам не пришел, давайте то, что будет ему полезно. Наперед. Потому что у меня, например, есть люди, которые долго меня читают, потом через свои токи готовы вот идти по пятам, лишь бы только я принялась в свою команду. И вот это вот ценность напереда. Создать страницы различные везде, YouTube, Instagram, это особенно сейчас работает, и соцсети, и контакт. И давать ценный контент. Не просто написать, вот я вот такая, вот там ждут трамваи, вот продукция такая, все классно. Обесличивание происходит именно ценный контент. Чтобы человек, прочитав маленькое ваше сообщение, нашел там ключевое завино, которое поможет именно ему. Делать первый шаг по направлению клиенту. То есть, вот контент должен быть именно в направлении, как я могу вам помочь, как я могу сделать так, чтобы реализовались ваши мечты, цели, задачи, или какие-то решились проблемы. Вот если вы из этой позиции будете давать контент, человек к вам пойдет. Потому что вы будете автоматически создавать уже воронку привлечения на себя, на личность. Шестой тренд – это гуру-эпидемия. Сейчас огромное количество людей, которые позиционируют себя экспертами, хотя экспертами абсолютно не являются. Делают, ну, платят людям, те создают для них специальные красивые картинки. Когда заходишь туда во внутреннем светлости, окончаешь голову. У меня просто, когда я захожу, мне иногда вот тошнит. Как можно? Вот внешний облик такой. Ну, вот элементарные вещи – это просто страшно. И ведь многие наши люди, они идут туда и верят досконально, что это истина. Почему нужно создавать именно для своей структуры, именно, вот, например, уральские какие-то тренды, совместные какие-то мероприятия, чтобы показывать экспертность истинную, чтобы люди не уходили непонятно куда. У меня перед Новым годом ушло 8 человек в компанию, которая является денежной пирамидой, только лишь потому, что там им сказали, продавать не надо, ничего делать не надо, и у вас все случится. Но люди, люди верят, идут. Я просто, когда мне достаточно было заглянуть и посмотреть несколько шагов, я понимаю, куда их вовлекли. А они не понимают. И объяснить бесполезно. И вот таких грунт, целая куча. Увы, это отрицательный тренд, но он существует. Увы, очень много негатива в интернете, поэтому наши позитивные, хорошие видео, которые будут рекламировать и человека, и вас как личность, и вашей команды, они просто затмят те грунт, которые не настоящие. Но этот тренд есть, но мы никуда от него деться не можем. Тренд номер 7. Это возврат к стокам. Когда Светлана Заварухина сказала, подготовь какие-нибудь тренды или тенденции именно интернета, я бы сказала так. Для меня интернет – это инструмент для влияния на моих людей, на мои структуры, на их движение, на их рост через интернет. Хотя многие, я так проанализировала, у меня 50% всей моей структуры, не личной группы, работают оффлайн. Но мы общаемся в онлайне. Мы не тратим время на поездки и на какие-то присутствия. Да, конечно, тактильный контакт нужен, и людям это надо. Но в любом случае, если вы хотите расти, создавайте свои чаты, создавайте свои какие-то автоматизации, многое другое. Если вы не будете этого делать, ну, не будет ничего. Интернет – это не просто зашел и просто зарекрутировал. Интернет – когда вы создаете свое личное сообщество, свои команды, на которые приходят все остальные, которые верят вам и тут делают. Личное потребление всегда было, сетевой маркетинг – это личное потребление и создание сети потребителей. Но потребители, я говорю это вот в кавычках, не в плане того, чтобы только потребляли. А вы знаете, что многие говорят, продавать не нужно, покупать не нужно. И строят сети, какие-то вот непонятные сети, и потом вот это происходит непонятно как. Поэтому потребление ключевое. Не будет роста, если не будет потребления, если не будет продаж, если не будет товарооборота, не будет баллов, ничего не будет. И те же кружочки, те же квадратики, которые всегда рисовали, точно так же можно давать на вебинарах, они все равно никуда не делись. Это живое общение, это элементарные вещи. Кстати, знаете, мы попробовали, мы старались все делать, обучение для своей структуры в таком высоком уровне, и потом мы собрали спрос со своих людей, мы поняли, что многие не понимают, о чем мы говорим. Они слушают нас открытым ртом, а потом повторить этого не могут. И мы начали привлекать простых лидеров, которые проявляются, и они на своем русском языке, вот на обычном, как они общаются с клиентами, начали давать темы. И у людей пошла отдача, потому что мы все равно говорим в одном понятийном поле, все равно, но получается, те, кто понимает нас, они слушают нас. Те, которые понимают этих, они начали общаться, у них пошел очень хороший момент, вот это вот направление. Все, что нужно для того, чтобы преуспеть в 2018 году, это учитывать общие тенденции, подстраиваться под них, если даже вам это не нравится, уметь балансировать между ними, потому что что-то получается, что-то не получается, учитывая отклонения рынка, обязательно следить за ним экономикой, многое другое, не только эмоции и впечатления, а также создать свои правила и свои тренды, потому что потом вам могут записывать эти тренды. И вы тогда однозначно сможете починить под себя время. Спасибо.